Москва, Афина, 11 мая, РИА Новости Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалистов в области информационных технологий Александра Веника, который был арестован в Греции по запросу США. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с делом. Веник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, сказал собеседник агентства, уточнив, что процессуального статуса у Веника нет. По словам источника, с начала марта Веник подал 4 заявления министру внутренних дел России, начальнику следственного департамента МВД, 2 заявления генпрокурору. Все они зарегистрированы. Однако расследование по заявлениям не ведется, заявил собеседник агентства. По его мнению, это может быть связано с причастностью влиятельных лиц к отмыванию средств через криптовалюты. Подготовка убийства в четверг стала известна, что греческие правоохранительные органы приняли меры, чтобы предотвратить готовящийся на Веника покушение. Его планировали отравить в тюрьме в Солониках, прибегнув к помощи криминальных элементов. Полиция узнала об этом в начале года, после чего директор тюрьмы и прокурор города рассказали заключенному о случившемся. Явка с повинной позже источник рассказал, что Веник написал российскому следствию явку с повинной, где говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий, и готов помочь в расследовании. По словам собеседника агентства, речь может идти об очень крупных суммах. Комментируя информацию о попытке убийства россиянина, источник отметил, что это взаимосвязанные вещи. Заказ на убийство был получен по каналам, используемым профессиональными преступниками. Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц, сказал он. Дело Винника Александра Винника задержали в Греции в июле прошлого года по запросу американских спецслужб. Вашингтон обвиняет россиянина в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют БТЦЕ. Ему грозит 55 лет тюрмы. Винник вину не признает и называет дело провокацией США. Адвокаты говорят об отсутствии состава преступления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова